Я не знаю, как мы вышли на эту тему. Место жены в семье. После этого меня просто назвали подкаблучником, и на этом тема закончилась. Ребята, добрый день. Сегодня такая вот необычная тема у нас. Это положение или место женщины в семье. Почему на эту тему видео, наверное, кто-то сейчас спросит. Ва-бан, зачем? Не знаю. Но факт в том, что у меня недавно был разговор со знаком, и после того, как я выложил свое мнение, как я считаю положение женщины в семье, меня просто назвали подкаблучником. У нас на этом тема закончилась. И я был даже как-то разочарован, потому что я думал, что такого как в средневековье уже больше нет. Но оказывается, люди до сих пор еще думают, что женщина должна только сопли вытирать детям, жопу вытирать и дома посуду мыть. Ну, ладно. Ну, давайте я, наверное, изложу всю суть моего мышления. Потом под этим видео я ожидаю очень много комментариев. Хочу узнать, какого мнения мои подписчики на эту тему. И, можно сказать, определить все-таки подкаблучники или нет. Глядишь, может быть, вся планета думает по-другому, иначе. Но все же, мне интересно, что думают мои подписчики на эту тему. И потом можно это видео расширить. Можно потом, если будет много комментариев, почитать комментарии и сделать видос. Ну, например, у нас началось с того, что я сказал, что женщина должна, прежде чем задуматься о, скажем, рождении ребенка, иметь какую-то профессию. Потому что когда-то дети вырастают, и потом женщина не знает, где начинать работать, так как многие мужчины, давай, иди работай, надо деньги в семью зарабатывать. Ну, и в наше время, это уже не, как говорится, не редкость, что в семье работают муж и жена. И на это я получил, как говорится, возражение от моего собеседника. Он сказал, что нет, если жена имеет какую-то карьеру, какую-то работу, они потом начинают нос задирать, они начинают мужчину унижать. Не знаю, этого я не замечал. И я считаю, что когда у женщины есть хорошая профессия, даже пусть она будет лучше, чем у меня, почему бы нет, это плюс в семью, это уже какие-то, ну, не знаю, финансовая поддержка, и плюс, смотря в какой сфере женщина работает, поддержка по дому, в семье. Так как, например, моя жена работает, с налогами работает, у меня насчет этого проблем нет. Мне не надо где-то спрашивать, что-то делать. И вообще в бумагах я не разбираюсь, это все делает моя жена. Все. Ну, видите ли, женщина не должна работать, женщина должна только дома быть, за сковородкой. Плюс я потом еще им рассказал, что я, нет-нет, еще и готовлю семье, так как я работаю по сменам. Если у меня вторая смена, то обед висит на мне. Но я делаю это, как говорится, с удовольствием. Потому что я делаю это не для кого-то, я делаю это для семьи. Потому что у меня жена работает до полвторого, в два забирает детей, школа, садик, приезжает домой и скажет, она тоже рада, если на столе стоит готовая теплая еда. Да, я умею варить. И тоже мне показали фигу, сказали, ты что, дурак, мужик должен работать, мужик не должен варить. Ну, не знаю. У меня насчет этого другой взгляд. Я варю для своей семьи или готовлю для своей семьи, если жена пришла после работы, поела, села, отдохнула. Если я работаю, конечно, в первую или в ночную смену, конечно, готовит жена. Это без всякого. Просто у нас обед потом передвигается на час позже, получается. Ну, и плюс я тоже рассказал своим собеседникам, что моя жена раз в год со своей сестрой ездит на выходные отдыхать. Скажем, они по Германии выбирают какой-нибудь город и едут отдыхать. Например, в этом году они были в городе Дрезден. В том году они были в Берлине. И с таким ужасом среагировал мой собеседник. Мол, типа, как? Женщину одну отпускать нельзя. Они только гуляют. Ну, я не знаю. Ребята, если каждый так думает о своей жене, то тогда ее вообще даже за порог нельзя выпускать. Какое-то доверие должно, если вы куда-то едете. И, кстати, да, мой собеседник сказал, что жена не имеет права без него куда-то ездить, а он имеет право раскатывать, где хочет, потому что он мужик. Я насчет этого имею другой взгляд. Если жена хочет с сестрой съездить на выходные куда-то отдохнуть, погулять, посмотреть город какой-нибудь, пожалуйста, пусть едет отдыхает. Потому что я сам по себе знаю, даже как-то это помогает и сплотняет семью, когда ты уезжаешь сам отдохнуть, потому что ты понимаешь, что тебе что-то не хватает. Когда ты всегда с семьей, она у тебя есть, ты знаешь. А когда ты куда-то уезжаешь, то потом один день провел без него, второй день, потом третий, скучаешь, охота жену обнять, охота детей поцеловать. А насчет того, что все жены, если выезжают за порог, начинают гулять, то это, ребята, перестаньте себе мозги компонсировать. Если ты хороший мужик, то женщина тебе не изменит. Я вот так вот считаю. Ну, конечно, без исключений не бывает, но если думать так, то это будет еще больше седых волос, ребята. Ну, насчет детей, воспитания, например. Я очень активно принимаю участие в воспитании детей. Я даже, если дети болеют, беру на работе отгул и нахожусь с детьми дома. Ну, мы меняемся, как получается. Ну, у нас такого нету, что вот если дети заболели, бывает, вот простыли сильно на неделю, они должны сидеть с женой дома. Нет, мы смотрим, сколько работы у жены, например. Если она не может взять отгул, то я беру. И это тоже для многих мужчин, оказывается, очень большой напряг проводить время со своими детьми. Я, например, этим временем, что я провожу с детьми, я им наслаждаюсь. И я стараюсь больше и больше проводить с детьми время, потому что дети очень быстро растут. И, как вот сказал мой собеседник, мол, типа жопу и слюни и слезы должна мамка вытирать. Не знаю, ребята, когда родилась моя первая дочь, а, моя дочь, у меня одна дочь, первая дочь, первый ребенок, дочь, первый подбузник поменял я, потому что это моя первенница, мое достоинство, моя гордость. И это моя дочь. Так же и с моим пацаном. Что тут такого? Это мое говно, ребята. Для многих мужчин это очень болезненная тема. Я знаю многие семьи, если папа остается с детьми, которые ходят еще в памперсах, если ребенок насрал, то папа не меняет его, папа ждет, когда мама придет. И не знаю, это мой ребенок, и мне как-то жалко, чтобы он ходил и прел в этом говне. Ну, ребята, не знаю, ну какой ты мужик? Ну, не знаю, я уже начинаю заводиться. Как говорится, когда мы разговаривали на эту тему, и меня потом назвали подкаблучником, я сказал, ладно, мы не договоримся, будь счастлив, я останусь подкаблучником. Ну, я считаю, что я так правильно все делаю. Не знаю, ребята, пишите в комментариях, как вы на это смотрите. Конечно, я не такой красивый и пушистый, сейчас скажут, ой, ты себя разукрашиваешь. Конечно, у нас дома бывают и ссоры, и мы с женой ругаемся, и без этого не бывает. Если кто-то скажет, что я со своей женой еще ни разу не ругался, он врет. Потому что один раз в месяц, ну, какая-то ссора будет. Женщинам, мне кажется, это нужно. Ну, без этого не бывает. Также помогать жене в доме, например, скажем, во время субботника. Ну, какая моя помощь во время субботника? Субботник. Ну, это уборка в доме. Я или полосошу, или вообще я еще хитро делаю. Надеюсь, жена не смотрит это видео. Я просто беру детей и уезжаю. Мол, типа, ты теперь можешь спокойно убраться, и я с детьми займусь. Ну, конечно, я провожу тоже с детьми время. И с одной стороны, как бы, увиливаю от того, чтобы помочь дома жене. Ну, не всегда получается. Иногда она меня прокусывает и оставляет еще, наверное, специально делает, оставляет в зале, чтобы я еще пропылососил. Ну, это такая вот игра у нас, можно сказать. Я считаю, что помощь женщине по уборке в доме это ничего такого, ну, не знаю, как это объяснить. Ничего такого подкабучного, в этом я не вижу, ребята. Потому что чем быстрее жена дома уберется, тем быстрее у нее будет время для вас. Вот. И потом можно провести хорошо вечер с женой, когда дети спят. Так вот, ребята. И вот, ребята, вот эти вот, как говорится, мои взгляды, моего собеседника привели к выводу, что я подкаблучник. В данный момент я просто был зол на него, что этот человек, с которым я, нет-нет-нет, общаюсь, вот такое мнение, что он до сих пор еще живет где-то в средневековом времени, где жена даже не имеет права сказать свое мнение. Ребята, даже мнение к жене, нет-нет, иногда она прислушивает. Потому что иногда они говорят умные вещи. Да. Только не надо это им говорить. И да, и вот моего собеседника привело к выводу, что я подкаблучник. Я разозлился, как говорится, на него немножко не из-за того, что он меня назвал подкаблучником, а из-за того, что он вот такого мнения, и если он серьезно вот так вот живет и так обращается со своей женой, то мне как-то жалко эту женщину. Ну, конечно, чужая семья, темный лес, может, мне он одно рассказывает, а дома делает по-другому. Это совсем две разные вещи, как многие на улице красивые и якают, как я вот в камеру, я вот такой красивый, а на самом деле дома совсем по-другому себя ведут. Вот. Так что, ребята, давайте. Я жду под видео много дискурсий, и если это видео наберет много комментариев, и те комментарии, которые наберут много лайков, мы их обсудим в следующем видео. Так что, пишите свое мнение по этому поводу или по этим пунктам, как вы думаете. Ребята, я подкаблучник или нет? Давайте. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok